Это послание россиянам. Слушайте те, кто способен мыслить, или еще мыслить. Императорскими обидцами, вторжением в Украину и варвством вашей так называемой армии, вы посели ненависть на века. И слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане другое, это полный бред и чушь. Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь, в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и прочий бред. Это ваши солдаты, мужья, дети пришли сейчас в Украину. И вы все об этом знаете. Вы им звоните и спрашиваете, как они там на задании. Запомните, нас не нужно освобождать. Мы на своей земле и строили свою страну. И мы ее построим. Украина свободное государство, которое выбрало демократический европейский путь развития. И мы будем биться за свой выбор. Сегодня мы как никогда едины и решительны в этом. Это не мы пришли на вашу землю. Это вы убиваете наших детей. Бомбите и сравнивайте с землей наши города и наши дома. Знайте, вас здесь называют орками. Всех. Нету сейчас хороших или плохих русских. Пока вы молчите и внемлите пропаганде сумасшедшего человека и сошедшего с ума диктатора. Весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев. И восхищается тем, как мы строим свою землю. Да, нам будет сложно, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся. И ваша армия это уже поняла. Оставить ультиматумы людям, которые умирают за свою землю, бесперспективно. Запомните. Как бы вы ни пытались сейчас уничтожить Украину и украинцев, если вы так продолжите, ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Не хотите быть страной в полнейшей изоляции? Не дрожите от страха и безразличия. Будьте смелыми, как украинцы. Спасайте свою страну. А мы свою не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец. Представитель сильной, свободолюбивой и героической нации. Слава Украине!